В имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Бог в помощь, братья и сестры, уважаемые зрители. Здравствуйте. Константин Юрьевич, ходят слухи об увеличении срока службы по призыву для рядовых до двух лет. Ваше мнение? Слушайте. Его снижали, снижали этот срок службы. Снижали, снижали. После Великой Отечественной войны сперва был срок службы 7 лет на флоте и 5 лет в вооруженных силах. И 5 лет в сухопутных войсках. Потом сделали 5 лет на флоте, 3 года сухопутных. Потом сделали 3 года на флоте и 2 года в армии. То есть, все время снижали, 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 снижали. Теперь у нас вообще везде по одному году. Вы понимаете, с той точки зрения, что значительная часть у нас сейчас должностей занята контрактниками, офицерами. То, может быть, личного состава больше и не надо. Это же тоже не самоцель призвать как можно больше народу и пусть они как можно дольше служат. Все это должно быть подчинено определенной стратегии. Если у нас поставлены количественные рамки вооруженных сил, 1 миллион человек личного состава. Это то, что государство может содержать. Обеспечивать, содержать, развивать, снабжать. То, что достаточно для обеспечения нам нашей обороноспособности в мирное время. Тогда и не надо больше призывать. Потому что у нас сейчас получается где-то, наверное... Вот у нас 2 призыва в год призывает в среднем где-то 230 тысяч, 220-240 тысяч человек. То есть, у нас примерно половина срочно служащих и вторая половина это контрактники и офицеры. Причем, если иметь в виду, что военнослужащие срочные службы, они занимают в основном те должности, которые не требуют каких-то особых знаний. А, например, сейчас вот уже те же самые экипажи атомных подводных лодок, но до любых подводных лодок, они уже окомплектованы только контрактниками. То есть, там нет военнослужащих срочной службы. Вот когда я служил, примерно треть, это были моряки срочной службы. Треть офицеры, треть мечмона, ну так грубо, и треть были военнослужащие срочной службы. Сейчас их уже нету. Это практически только офицеры, мечмона и контрактники на старшинских должностях. Так что, это нехорошо и неплохо само по себе. Все зависит от того, какие задачи ставятся. Я думаю, что важно иметь хорошую систему, которая позволяет тех, кто прошел через армию, поддерживать в более-менее дееспособном, профессиональном состоянии. И в случае необходимости потом быстро мобилизовать, призвать и развернуть, если не приведи бог, угрожаемый период, какая-то там грозящая война и так далее. Так что, пока год, судя по всему, достаточно. Хотя, мне, честно говоря, трудно предположить, чему можно за год научить. Но какие-то основные навыки, хотя бы элементарные навыки, воинской дисциплины, боевого слаживания и так далее, конечно, солдатики получают. Ну и слава богу. Субтитры создавал DimaTorzok